МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За первое место – 500 тысяч рублей, за второе – 300, за третье – 200 тысяч рублей. А вот о том, как кормят алтайских школьников, написала газета «Бийский рабочий» со ссылкой на Роспотребнадзор. Ведомство организовало проверку качества питания в школьных столовых краях. В целом, показала ревизия, меню для детей сбалансировано и отвечает необходимым требованиям по наличию витаминов и микронутриентов. Но есть и нарушения. Так, в некоторых образовательных учреждениях не соблюдают санитарно-гигиенический режим на пищеблоках. Нарушение предписано устранить в ближайшие сроки. Школьников Края на День открытых дверей приглашает Алтайский медицинский университет, информирует Политсибро. Мероприятие пройдет 23 сентября. К участию в первую очередь приглашают школьников старших классов, но в целом посетить мероприятие может любой желающий. В программе Дня открытых дверей встреча с руководством университета и деканами факультетов, знакомство с программами подготовительных курсов, обзор профориентационных направлений. Жительница Рубцовска выиграла 100 тысяч рублей. Она стала победительницей акции «Сезон удачи», которую провел местный культурно-развлекательный центр накануне дня рождения города, сообщает Рубцовск.Инфо. Сама счастливица призналась журналистам, что до сих пор не может поверить, что ей улыбнулась удача. Женщина-домохозяйка, мама двоих детей и такая крупная сумма призналась, но она вовсе не лишняя. А вот как потратить деньги, решено обсудить на семейном совете. Светодинамический фонтан запустят в краевой столице в конце сентября, пишет комсомольская правда Барнаул. Новый объект появится на площади мира. Сейчас завершается его реконструкция. Он станет светодинамическим из двух взаимодополняющих композиций. Отметим, другого такого фонтана в городе нет. Его пробный пуск планируется в 20-х числах сентября.